МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Альфа-Новости с событиями пятницы, 13 октября. И главное сегодня. Приехал на могилу отца, а там памятник чужого человека. Ритуальная компания, оказалось, перепутала могилы. Рабочий в почёте колледж сервиса и торговли открывает новые специальности для крупных производств. Вывозил за всех, но из МС выступал в Благовещенске без музыкантов и аппаратуры. Его группа опоздала на самолёт. Кладбищенский хаос. Люди, которые пришли на могилу родного человека, были ошарашены увиденным. На месте захоронения установили памятник неизвестного человека, а крест и венки разбросали. Но когда начали всё восстанавливать, картина стала ещё печальнее. Кто виноват и что делать, расскажет Дарья Константинова. Ну вот это могила моего отца. Сейчас вот в таком состоянии находится. Нет фотографий, гвоздик один остался. Где фотка? Я сейчас не знаю. Веночки вот так вот просто побросали рабочие и всё оставили. Могила смещена. Она была красивая, аккуратная раньше. Сейчас просто вот песок видно, что прям лопатами сбили и всю эту могилу. Вот такой вид имеет место захоронения моего отца. Место захоронения осквернили, считает Александр Ткаченко. В феврале он похоронил своего отца. Сын и мать тяжело перенесли утрату родного человека. И недавно, когда они приехали навести отца, были просто ошарашены. Крест, который был установлен на могиле отца, валялся на земле. Там же грудой в песке лежали венки. А на месте захоронения установили памятник чужого человека. Давай, давай, хорошего. Осквернять могилу умершего продолжили, рассказывает Александр. Доказательства показывает видео. Чтобы поднять тяжелый памятник, ритуальная компания применила технику и разрыла могилу на метр глубиной и расширила границы могилы на полметра. В итоге место захоронения умершего затоптали, а также разобрали рядом стоящие памятники. На кадрах это тоже видно, говорит Александр Ткаченко. Начали демонтаж. Прорыли примерно где-то на полтора метра вглубь почву для того, чтобы полностью демонтировать всю плиту и поднять ее краном. То есть с помощью крана все поднимали, колесами, балками все перелопатили, все перерыли и эту плиту они потом переносили в другое место. Прямо вот осквернение могилы поломали все надгробные поверхностные конструкции. Мужчина обратился в администрацию, которая обслуживает кладбище. Там рассказали, у каждой могилы существует свой номер. И как можно было ошибиться, они не понимают. Сотрудники обратились в ритуальную компанию, чтобы те все вернули на свои места. Каждая частная фирма, заказчики обращаются к ним, они должны, получается, приходить к нам на кладбище к смотрителям и конкретно указывать, ну, предоставлять, у нас, получается, разрешение мы выдаем. Там конкретно прописан адрес, ряд, место, могила. Они обращаются к нам, мы выезжаем, показываем, где это все. Так как эта фирма к нам не обращалась, поэтому все ответственность соберет на себя. Мы обратились за разъяснением в ритуальную компанию, которая неверно установила памятник. От комментария на камеру представитель отказался и прислал письменный ответ. Свою вину они признали. При производстве работ произошла ошибка. Рабочими были перепутаны два соседних захоронения. В тот же день, когда нам стало известно об этой ошибке, были предприняты все меры для исправления ситуации. Восстановлен могильный холм на захоронении, где работы были проведены ошибочно. Установлен крест, памятник перенесен на правильное место захоронения. Виновные в инциденте работники привлечены к дисциплинарной ответственности. Несмотря на то, что крест вернули на свое прежнее место, теперь могила имеет рваные края и рыхлую почву. В дальнейшем трудности возникнут и при проведении благоустройства, считает Александр Ткаченко. Он уже обратился в прокуратуру и намерен наказать виновников по статье 244 Уголовного кодекса за осквернение места захоронения иномогильного сооружения. Дарья Константинова, Кирилл Захаров, Альфа Новости. И к другим новостям. Радиомеханики, технологи молока, мяса, хлеба, этих и других специалистов готовят Белогорский колледж сервиса и торговли. Специальности приоритетные для нашей страны. Студенты проходят практику на таких крупных предприятиях, как авиационный ремонтный завод, маслоэкстракционный завод Амурский и других. По инициативе завода в этом году колледж открыл набор по новой специальности аппаратчик производства растительного масла. Как готовят всех этих специалистов, узнала Виктория Светенко. В ремонтной мастерской маслоэкстракционного завода Амурский работа кипит. Студенты наравне с местными специалистами изготавливают детали для стройки. За четыре недели сделали полтысячи анкеров десятером. Благодаря такой практике 19-летний студент третьего курса Дмитрий Путря вполне освоил токарный станок. Знает, как изготавливать гайки, болты, выполнять сварку. Да нет, наоборот, тут интереснее. Просто за партой скучно сидишь, пишешь, что тут какое-то развлечение. Просто захотел пойти на механику учиться. Да, и техническое образование сейчас очень нужно. И посчитал, что почему бы и нет. Здесь студенты осваивают профессию токарей, слесарей, ремонтников. Узнают на деле, как идет обработка металла, его распил. За два года в Мезамурске практику прошли сотни учащихся. Работать на предприятия будущие кадры приходят после второго курса. Некоторые в будущем попадут в штат. Не исключено, что предприятие поможет им с жильем. Нам нужны люди, которые руками выполняют технологические операции. Ну или при помощи каких-то средств, которые понимают процесс, которые реально будут выполнять какую-то работу. То есть на сегодня с высшим образованием, если будет человек, мы, конечно, это приветствуем. Но понимаем, что уровня средне-технического образования вполне достаточно для того, чтобы вот эти работы проводились. Также колледж готовит для завода аппаратчиков производства растительного масла. Профессия новая. Ее открыли в этом году. Обучение 10 месяцев. Набор ведут после 11 класса. Сейчас студенты анализируют образцы сои в лаборатории. В будущем подобные анализы им предстоит выполнять на предприятии. Я не поступила на высшее образование, и у меня была паника. И мне сказали, что в Белогорске есть вот такое вот образование. Очень престижная, как бы сказать, профессия. То есть она востребована. Нет аппаратчиков. Мы первые, мы первые открыватели. И на нас, так сказать, как бы уже глаз положили. То есть некоторых уже присмотрели к себе на работу. Убираем эти детали на стол и даем им остыть. А это мастерская радиомеханика в Белогорский колледж. Единственный в области, где готовят таких специалистов. В них нуждается местный авиационно-ремонтный завод. Он и помог оборудовать такой класс. Обучение идет второй год. За это время набрали 50 учащихся. Разбираться в электромагнитных системах, радиосигналах. Они учатся на мультиметрах, паяльных станциях, контрольно-измерительных аппаратах. В этом им помогают ведущие специалисты завода. Эта профессия, считают студенты, в будущем откроет перед ними широкие возможности. Мне интересно это делать с детства. У меня дедушка была радиомехаником, я пошел по его стопам. И с детства интересно копаться в таких деталях маленьких, паять их, припаивать. Насчет трудоустройства нас уже ждут на заводе авиамастерских. Можно в армию пойти, также радиомехаником. Там уже тоже очень требовательная эта профессия. Профессия радиомеханика – это базовая профессия для профессии завтрашнего дня. Сейчас очень быстро происходит изменение в нашей жизни и в промышленности. Я так думаю, что в ближайшее время будут и новые виды энергии, новые энергетические программы, робототехника. И не говоря уже о IT-технологии, программировании и так далее. То есть у этих ребят есть возможность в любом направлении развиваться. Для качественной подготовки учащихся за последние два года в колледже оборудовали четыре лаборатории. Закупили новое оборудование. Учреждение готовит студентов по шести приоритетным для страны специальностям. Имеет 35 договоров с предприятиями. Среди них кондитерская фабрика «Зея», Благовещенский молочный комбинат, Серышевский масло-сыр-комбинат, Амурский бролер, компания АНК. По этим специальностям студенты проходят всю производственную практику на предприятиях города. Что впоследствии мы добились такого результата, как стопроцентное трудоустройство. С партнерами колледж образовал Координационный совет работодателей. Вместе думают о том, как расширить спектр рабочих специальностей. К примеру, уже есть предложение начать подготовку тестоводов, изготовителей мороженого, монтажников, сверловщиков. Чтобы и производство шло, и молодежь не сидела без дела. Только белогорские предприятия сейчас нуждаются в 250 новых работниках. Виктория Сытенко, Антон Максимов, Альфа-Новости. А сейчас о других событиях короткой строкой. Ущерб от незаконных вырубок леса в Преамуре с начала года составил больше 25 миллионов рублей. За 9 месяцев этого года было зарегистрировано 137 незаконных рубок. Нарушители обнаруживают по горячим следам, пока деревья не успели переработать в пилный материал или вывезти за пределы области. За незаконную вырубку леса предусмотрена административная и уголовная ответственность. Оставил коляску с ребенком, чтобы познакомиться с девушкой. Так поступил благовещенец. Малыша, спящего в коляске, оставленной на солнце, у 14-й школы заметил прохожие. Неравнодушный горожанин. Нашел отца ребенка. Для этого пришлось обойти близлежащие дворы. Историю публиковала Амур-Инфо. Полиция начала проверку. Благовещенские барберы решили эпатировать публику и сняли необычный клип. Сюжет его разворачивается в лицо. Главный герой – покойник. Его барберы и бреют в кадре. По словам автора идеи, посыл клипа в том, чтобы показать, как качественно и оригинально умеют снимать в Амурской области. Подари радость людям. Благовещенка призывает поучаствовать в благотворительной акции. Нужно принести любые вещи, которые могут пригодиться нуждающимся. В первую очередь это одежда, предметы личной гигиены, хозяйственные средства, а также игрушки и многое другое. Акция началась только два дня назад, но и за это время помощь уже приняли семь семей. Организаторы ввели только одно ограничение. В одни руки они отдают не больше пяти вещей. Забрать все нельзя. Прием вещей организован на базе комиссионного магазина на Театральной 145 на Цокольном этаже. Планируется, что акция будет бессрочной. Когда они, говорят, обращаются в доброту, либо еще куда-то, то надо собирать очень много справок, то есть, чтобы реально помочь населению. Поэтому я и придумала, чтобы видеть людей, видеть народ, именно что им надо, то они и берут. Дело в том, что они берут всего лишь пять вещей. Вот такая акция, потому что многие звонят и говорят, а можно все забрать. То есть, все забирать не надо. А именно пять вещей, которые именно надо. Квест-игра «Самый-самый Благовещенск» на финишной прямой. Первые полторы тысячи экземпляров почти готовы. 18 октября в 6 часов вечера в Цеве состоится презентация проекта. А на следующий день стартует общегородской квест. Любая семья сможет выиграть кубок мэра города и даже поездку в языковой лагерь. Стоимость исторического квеста – 770 рублей. Впереди ожидается еще два маршрута. Его презентуют весной. Первая игра уже готова. Художник нашего проекта – это Николай Рыбак. Он разработал, кроме карт, кроме дизайна этой игры, он разработал замечательную, уникальную коробку, для которой специально делался штамп, очень сложный. Но она вот такая интересная, очень удобная. Она закрепляется с другой стороны. И человек, который пойдет по маршруту даже один, ему будет очень удобно перекладывать отработанные карточки и при этом не утруждать себя тем, что куда-то это нужно сложить. Поверили в эту такую, в этот момент непонятную идею. Идею надо реализовать в дизайн. В дизайн вертска. Очень много корректорской работы. Техническая вертска, подготовка макета к печати. А потом, чтобы все кресты сходились, все уголки, все совпадало. Это будет на людях. Это, по сути, первая игра, которую мы делаем. Квест. Такого не было еще. За 16 лет в компании делали много. Всего квеста еще не делали никогда. Без музыкантов и аппаратуры в такой сложной ситуации накануне оказался известный российский рэпер Noise MC. После того, как его группа почти в полном составе опоздала на самолет. Однако концерт в Благовещенске все же не был отменен. Как Noise MC вышел из положения, расскажет Наталья Шлямова. Не хочу учиться играть на гитаре, не хочу рэпить и рвать. Голубы трястила, тонарку ругали, можно и подпить им прерванной. Почти полтора часа томительного ожидания пережили несколько сотен поклонников Noise MC. Никто не понимал, почему возникла задержка. Тем более, сам рэпер в своем инстаграме торжественно объявил, он прилетел в Благовещенский концерт «Состоится». Появившись на сцене, Noise MC отшутился в своем стиле. Публика неудобства простила. Мы не хотели. Просто иногда безудержно хочется вставать. Как выяснилось, этот концерт могли и вовсе отменить. Noise MC прилетел только со своим диджеем. Почти вся группа в Москве опоздала на самолет. Сначала сняли весь багаж, который они зарегистрировали, аппаратуру, которую мы пытались к вам привезти. А потом уже и самих пассажиров отчислили. Поэтому мы вдвоем с диджеем сегодня приехали из всей нашей большой команды. И только что... Да, из музыкантов приехали только двое, а должно быть четверо. И не приехал ни концертный директор, ни звукорежиссер. Все они остались в Москве, их не посадили на борт. Чтобы спасти положение благовещенские организаторы, концерты раздобыли у местных музыкантов для Нойза, генджейский пульт и пару гитар. Поэтому во время выступления ему пришлось отрабатывать за всю свою группу. Благо, что Нойз сам пишет песни и хорошо владеет инструментом. Несмотря на все сложности, Нойз МС выдал двухчасовой концерт и драйва на нем было не меньше, чем в прошлом году. К слову, теперь рэпер обещает приезжать в Благовещенск каждый сезон. Если позовут. Наталья Шлямова, Степан Юдинцев, Альфа-Новости. Чемпионат Благовещенского по дрифту, турнир по вольной борьбе и ушу саньда. О том, как отдохнуть в предстоящие выходные в нашем анонсе. В эту субботу юных Благовещенцев приглашают в кафе научных чудес. Продегустировать пищу для ума можно будет в областной Амурской библиотеке. Посетители необычного кафе попробуют себя в роли официантов-эквилибристов, барменов-экспериментаторов и шеф-поваров, которые не против похимичить на собственной кухне. Приходите и увидите, как это будет. А можно сходить на праздник корейской письменности. Участников ждут мини-спектакль, мастер-классы по корейской каллиграфии, бумагопластике, песни на корейском языке. А также вкусная часть программы – дегустация корейских блюд. А на картодроме юбилейный в этот день начнется чемпионат Благовещенска по дрифтингу. Заезды будут в два дня. В субботу одиночные, в воскресенье парные. Развлечение найдется и для любителей китайской чайной церемонии. Для них пройдет цикл мастер-классов «Сказочное чаепитие». Участникам поведают, как готовят легендарный чайный напиток «Да Хун Пао» и многое другое. Филармонии отметят 220-летие со дня рождения святителя Иннокентия. Концерт устраивает амурский камерный хор «Возрождение». А вечером Благовещенская киностудия «Яралаш» приглашает на галоконцерт. Зрители увидят несколько сюжетов. На мероприятие пообещал приехать в сам Борис Грачевский. На этом все. Еще больше информации читайте до Амур-Инфо. До скорого! И таким запомнится нам этот день. А мы желаем вам хорошо отдохнуть. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова